Линолеум только на кухне. Больше, говорит, нигде не надо менять. Стены и потолок. Вот чем надо заняться в первую очередь. Обои не просто отстают от стен, а буквально отваливаются. Все из-за соседей алкоголиков. Топили чуть не каждый день, говорят ветераны. И не всегда водой. Вот в туалете. В туалете у нас сверху. Все говно шло. Вот видите, грунтовку сами заделали, чтобы не текло. И все отпало. Все видите, везде кругом все отпало. Все текло везде. Все. Они и сами штукатурили, подкрашивали. Да только в 80 лет особо не развернешься. Поэтому вскоре сюда придут профессиональные отделочники и приведут жилье в порядок за бюджетный счет. 5 миллионов рублей плюсом к трем, которые уже освоены, власти выделили на ремонт квартир ветеранов. Надо вот эту сумму денежных средств, надо так рачительно к ней отнестись, чтобы хватило на максимальное количество людей. Но не обидев тех, с кем мы занимаемся. Ну бывает так, что человек говорит, вот я хочу вот именно эту вот банку краски. Вот я купил ее два года назад. Все батареи покрасил. Вот у меня осталось. Покрасьте ради бога. Красим делом. Подход индивидуальника всем ветеранам. Ремонт в квартире делается, конечно, не премиум класса. В среднем работа обходится примерно в 40 тысяч рублей. Но зато учитываются абсолютно все пожелания пенсионеров. Если людям без разницы, то мы на свой вкус выбираем. Либо же ездят со мной, сами выбирают. Просят, например, розовенькие, ну цвет какой-то нравится человеку. Вот мне такого плана обои подберите и все. В основном говорят, как себе, сделайте нам. Вот и все. Смотрите, какая красота. Как солнце у меня теперь светит. Новые обои, новый пол, новый потолок, новые трубы и даже новое газовое оборудование. Марии Егоровне ремонт сделали только несколько недель назад. Заменили все, что пенсионерка просила. Буквально. От пола до потолка. В общем, ребята все, старые обои все ободрали. Всю мебель у меня. Она говорила, что только вот... А я говорю, я сама от нее отодвину мебель. Ребята мне все сделали. Вот отодвину мебель. Все я закрыла. И вот они сделали. Косметический ремонт. И жаловаться не на что говорит Мария Егоровна. За два года реализации программы претензий от ветеранов в городскую администрацию не поступало. Да и квартиру подрядчики не сдадут, пока жильцы ее сами не примут. Но все же с трудностями приходится иногда сталкиваться. Хорошо, если квартира двух- или трехкомнатная. А если однушка, то ветерана, безусловно, нужно переселять. А родственники есть далеко не у всех. Но и в этом случае решение найти можно, говорят чиновники. К примеру, на время поселить ветерана в гостиницу. Конечно, собюджетные средства. По словам специалистов городской администрации, сейчас в Вологде проживают порядка тысячи ветеранов. Почти в трех сотнях квартирах ремонт уже сделан. Будет сделан и в остальных. От желающих требуется всего лишь написать заявление в департамент городского хозяйства. Всем остальным расчетом сметы, закупка материалов, самим ремонтом будут заниматься нанятые администрации специалисты. И, конечно, с ветеранов за это ни копейки они не возьмут. Александр Устинов, Игорь Трифонов. Новости Вологды. При поддержке Вологда Портал.